Два часа до начала дебатов. Первая публичная встреча кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется на Олимпийском в 7 вечера по киевскому времени. Зрители могут попасть на стадион уже с 16 часов. За ситуацией на Олимпийском и возле него следят корреспондентки ЮЭТВ Инесса Занина и Ольга Михалюк. Они с нами на прямой связи. Что происходит на площади перед Олимпийским расскажет Инесса Занина. Инесса, здравствуй. Много ли людей идет на стадион? Здравствуй, Елена. Людей достаточно много, но это все дело организовано хорошо. Люди прибывают и они постепенно заходят. От этого очень много входов. На каждом стоит вначале по два полицейских. Они проверяют документы, входные билеты. Потом люди проходят дальше. Там как бы второй кордон, металлические рамки ищут оружие, если оно есть, баллончики и так далее. Кроме того, здесь охраняют еще стадион с собаками, ходят полицейские, которые ищут взрывчатые вещества. Мы хотим сказать, что разрыв между входом, теми люди, которые поддерживают кандидатов, в полчаса. Сначала заходят одни, те люди, которые пришли одного кандидата поддержать, потом другие через полчаса. Поэтому здесь все проходит спокойно и без эксцессов. Людей привозят из областей, причем бесплатно, как и обещали. Возле стадиона играет живая музыка одного из кандидатов. И тут очень весело, кто хочет, даже танцует. Мы встретили здесь очень много молодежи. Они первыми пришли и первыми стали проходить. Давайте послушаем студентов, которые пришли туда поддержать одного из своих кандидатов. Я бы хотела сегодня услышать дискуссию, в которой были бы четкие политические идеи, а не какие-то общие фразы, больше похожие на художественные произведения, на тему «Если бы я стал президентом». И хотела бы услышать четкие планы действий. Мы стояли в очереди, журналисты стоят в отдельной очереди. Я хочу сказать, что мы еще не зашли на территории. Так что дальнейшее наше продвижение будет зависеть от того, как будет продвигаться очередь из журналистов. Спасибо, Инесса. И еще одна моя коллега, Ольга Михалюк, должна была пройти на сам стадион. Но, как мы уже поняли, она не смогла это сделать. Оля, тебе слово. Приветствую, Елена. Да, действительно, с удовольствием показала бы вам то, что происходит сейчас на стадионе. Как вчера мы видели, там уже установлены две сцены. Я вот сейчас слышу, прошу показать стадион, слышу, что сейчас, видимо, начинается культурная программа на одной из сцен. Не могу сказать, на какой. Да, мы стоим в очереди. Вот очень много журналистов здесь. На очередь распространилась аж до конца площади перед национальным спортивным комплексом Олимпийский. Я могу сказать, что это не только украинские журналисты, но и представители иностранных средств массовой информации. Но вот немного проверяют документы. И мы тоже сейчас, я надеюсь, попадем на спортивный комплекс. Хотя сейчас без очереди прошли молодые люди спортивного телосложения. У них была символика одного из кандидатов. Их пропустили без очереди. Вот просто толпа людей в несколько человек прошли. Сейчас их никто не останавливал. Никаких документов они не предъявляли. Но, правда, нам сказали, что они журналисты, хотя никаких свидетельств не показали. В общем, я стараюсь пройти уже на территорию стадиона. И все подробности мы расскажем вам уже в следующих наших включениях. Спасибо, Оля. Это были корреспондентки ЮЭТВ Несса Занина и Ольга Михалюк. Они следят за событиями возле НСК Олимпийский. Сегодня в 7 часов вечера по киевскому времени там начнутся дебаты кандидатов на пост президента. Крым – неотъемлемая часть Украины. Это подтвердили крымчане, отдавшие голоса в первом туре выборов президента Украины. Готовность проголосовать выразили 5528 жителей полуострова. Сколько крымских украинцев планируют сделать свой выбор во втором туре, знает корреспондентка ЮЭТВ Ольга Волынец. Она с нами на прямой связи из Херсонской области. Оля, здравствуй. Расскажи, что тебе известно. Приветствую, Елена. Действительно, мы находимся в Херсонской области. Это регион, который находится ближе всего к оккупированной территории Автономной Республики Крым. В этот раз более 6000 крымчан и севастопольцев готовы проголосовать во втором туре президента Украины. Как сообщает государственный реестр избирателей Украины, по состоянию на сегодня 4884 крымчанина и 1141 севастополец готовы, намерены проголосовать на материковой части Украины. В это число входят не только переселенцы, которые находятся уже на материке, а также и те, кто приезжает специально на выборы с оккупированной территории. Больше всего крымчан и севастопольцев готовы проголосовать в Киеве. Там зарегистрировалось около 3000 человек. Кроме того, много крымчан голосуют и в Херсонской области. Это около 600 человек. Больше нам рассказали в управлении Уполномоченного Верховной Рады по правам крымчан. Предлагаю послушать. По Херсонской области, в сравнении с первым туром, где-то на 100 человек больше сменило место голосования, что показывает активное участие крымчан в выборах президента. Они переживают за будущее Украины, за возвращение Крыма и возлагают большую ответственность на эти выборы. Мы сегодня побывали в Херсоне. Там еще висит предвыборная агитация. Завтра уже день тишины, поэтому только завтра ее будут снимать. Кроме того, мы успели побывать и в окружной избирательной комиссии в центре Херсона. Он под номером 184. Туда уже пришли люди, которые приехали за бюллетенями. На дверях там висит такой огромный список. Люди стоят в очереди. И вот эти бюллетени потом развозят по участковым избирательным комиссиям. На данный момент у меня все. Мы будем вас держать в курсе всего, что происходит в Херсонской области на выборах президента Украины. Студия. Спасибо, Оля. Корреспондентка ЮИТВ Ольга Волынец находится в Херсонской области. Она рассказала о готовности крымских украинцев голосовать во втором туре президентских выборов. Родственники украинских военнопленных моряков вернулись из Москвы. В России они были на суде, который рассматривал продление ареста пленным. Ездили 30 человек, среди которых жены военнопленных и родители. На Киевском железнодорожном вокзале их встретили правозащитники, провели с ними короткие консультации. Заседание суда – это единственная возможность увидеться родственникам с моряками. Мы ехали и очень волновались, сможем ли мы пообщаться. Нам делали замечания, люди в зеленой форме. Но я смогла мужа и за руку трижды взять, и дважды обнять, и даже к клетке подошла. Мы пообщались минуты три. Им запрещены свидания, телефонные разговоры с нами, им не передают наши письма. Они не получают письма от семьи. Но в то же время им передают письма от других из-за рубежа. Украинских военнопленных моряков российские судьи оставили под стражей до 24 июля. Продлить арест требовали прокуроры. Заседал Лефортовский суд 17 апреля в закрытом режиме. Катера Бердянск, Никополь и буксир Яныкапу российские силовики обстреляли и захватили в ноябре 2018 года. Суда шли из Одессы в Мариуполь. В плену оказались 24 моряка. Велосипедом на работу. Весенний флешмоб организовали в Киеве. Участники собрались с утра в центре столицы на Майдане Незалежности. Приехали колоннами из всех районов столицы. На флешмобе побывал и корреспондент ВИИ ТВ Артем Голуб. Денис пересел с общественного транспорта на велосипед два года назад. Для него это намного удобнее и полезнее для здоровья. Это здоровье, это быстрее. Вы приходите на работу в хорошем расположении духа. Вы не хотите спать. Это небольшая зарядка. Вы приходите и готовы работать. Если вы едете машиной или в транспорте, попали в пробку, вы будете хотеть спать. А на велосипеде вы счастливый человек. Татьяна ездит по Киеву на двухколесном транспорте меньше года. Говорит, главное выучить правила дорожного движения. Для начинающих я бы посоветовала читать правила дорожного движения. Выучить их. Также можно связаться с кем-то из знакомых велосипедистов. И пусть они покажут, как правильно перемещаться по городу. Участники собрались на Майдане Незалежности. Ехали колоннами из всех районов Киева. В центре для них устроили завтрак. Раздавали кофе, чай и выпечку. Такие флешмобы помогают популяризировать велокультуру. Сейчас в Украине все больше людей выбирают двухколесный транспорт, утверждают организаторы. Наша цель – показать, что велосипед тоже может быть удобным и быстрым ежедневным транспортом. На улицах мы можем видеть все больше и больше людей, которые выбирают велосипед для поездок по городу. В конце акции участники сделали общее фото. Такой флешмоб в Киеве устраивают с 2014-го. Каждый год участников все больше. Артем Голуб, Владислав Гапон, UATV. Эту и другую оперативную информацию вы всегда можете найти на наших страницах в соцсетях, а также на сайте нашего телеканала UATV.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин